А сейчас какие-то у вас ожидания, размышления о будущем годе? Ну, я так как-то не воспринимаю жизнь как, ну, какую-то череду каких-то ожиданий. У меня есть дело, которым я служу. Каждый год мы проживаем жизнь Христа Спасителя через наши праздники церковные. Вот сейчас будем переживать его рождение. Ну, в ожидании, конечно, праздника. И каждый год мы на разном уровне его встречаем. Потому что на год стали старше. Вот. Что-то за этот год открылось. Может быть, что-то такое произошло, что каким-то образом душ тронуло. А над чем остальным? Ну, просто трудимся в надежде, что это принесет какие-то плоды. И из этого нашим и соотечественникам, и единоверцам выйдет какая-то польза. Прошлый год, ну, скажем, период, который сейчас заканчивается, что-то, что вас больше всего порадовало или, может быть, огорчило, удивило? Удивила сила христианской молитвы. Когда все молились за Сирию, Господь смилостивался. И несмотря на то, что были затрачены миллиарды денег на то, чтобы ее уничтожить, тем не менее, вот эта вся военная армада не ринулась на то, чтобы ее уничтожить. А как-то вот Господь дал еще время и силы на сопротивление вот этим силам зла. Вот. Все молились христиане и на Западе, и на Юге, и на Севере, и на Востоке. Вот. И мы, православные, тоже в этом участвовали. И вот, чтобы Господь услышал нашу молитву, это вот какое-то для меня очень такое важное событие. Что ожидаем? Ну, то, что вот наша молитва за Украину и за Киев, мать городов русских, тоже как-то сыграет такую значительную роль. Потому что молитва, мы убеждаемся, она превозмогает все. Хотя люди, которые не имеют такого опыта, им кажется, что больше какие-то вот акции политические, там, дипломатические, военные, они вот играют самую значительную роль. Вот мы убеждаемся, и наша вера нас убеждает, что молитва, она гораздо более способна превозмогать вот всякие такие покушения на нашу народную жизнь. И, может быть, Господь и попускает всяким испытаниям для того, чтобы мы объединились в молитве. Ну, конечно, вот очень отрадно тоже память вспоминаю, как вот собирали средства на наш Дальний Восток. Тоже, конечно, и истинное христианское проявили милосердие. Вот, собрали огромные суммы, денег, и это тоже, ну, и государство полегче, бюджеты, имею в виду. Справиться с этой задачей. Дай Бог, чтобы теперь, и об этом тоже надо молиться, чтобы новое жилье было сделано добросовестным образом. К сожалению, вот страсть к наживе, она превозмогает у людей часто совесть. Вот это, конечно, очень нежелательно, и боишься за это. Вот, ну, будем надеяться. Вот, и вы спрашиваете, на что надеемся? Вот надеюсь на это. Ну, и все-таки, вот какое-то, может быть, для вас самое важное событие, которое вот было в течение прошлого года? Да, вы знаете, как-то у меня так душа устроена, что как-то все события важные. Так бывает, как бы, слон большой, симпатичное животное. Вот, и как-то он, ну, и хомяк, тоже он маленький и симпатичное животное. Та же и события, вот бывают какие-то такие вот они, значительные. Но даже вот маленькие события, какое-то вот, какому-то одному человеку помочь. Ну, для меня это так же значительно, как то, что многим людям сразу какое-то послужить какому-то их облегчению. Как-то, ну, дело в том, что масштаб личности одного человека, он равен вселенной. Поэтому это, может быть, для политиков, когда там миллионы, миллиарды, это играет какую-то роль, связанная каким-то образом с выборами. Вот, ну, для нас, обычных людей, как-то, всякое доброе дело, оно Богу угодно. И это, собственно, зависит от усердия человека и от его возможностей. У кого больше возможностей, тот может как-то больше сделать. Вот, поэтому один воспитывает слоненка, а другой кормит хомячика. Перед Богом это одинаково. Ну, может быть, действительно, вот на эту тему, насколько действительно ускоряется время, да, это как бы объективно или все-таки это мы просто взрослеем, стареем? А тут как бы есть два. Но объективно время, оно одинаково. Это такая величина математическая строгая. А субъективно, конечно, в связи с темпом нашей жизни, особенно в большом городе, каждый год, каждый день огромное расстояние преодолеваем по коммуникациям. В каждый день мне надо встретиться там не с одним десятком людей. Поговорить по телефону с 35-ю и 10-ю. Так, писем получаю там, ну, тоже до полусотни. Вот. Ну, это же убыстряет. Если бы я жил где-нибудь в Тамбовском имении, там, ну, какой-нибудь сосед приехал раз в две недели, ну, пошли бы с ним на охоту. Вот, и все. Что еще, чем заняться? Не в картаже играть. Все медленно, спокойно, величаво, размеренно. Вот. А сейчас, конечно, вот. И весь мир стал маленький, и все, что происходит в соседних странах. Как будто у нас на улицах. Все это очень близко. Тоже как-то. Все это убыстряет. Ну, и сами новости, они уж очень быстро сменяют друг друга. Люди не успевают их осмыслить. Ну, и я в том числе. Поэтому, в общем, живем в таком довольно калейдоскопическом состоянии. Что довольно трудно. Ну, ничего другого не дано пока. Ну, наверное, все равно такая тенденция идет, что я вот, насколько могу судить там по своему кругу, такому достаточно обширному, практически мало кто сейчас стал смотреть телевизор. Многие отказались, если раньше сказать, что у меня нет телевизора дома, это было такое, вот я помню, отец Александра Лишенко, да, когда он говорил, у меня нет телевизора, ему чуть ли не аплодировали. То есть у него его, по-моему, никогда не было. То есть сейчас мало кто вообще телевизор смотрит, и не у всех он здесь. Понятно, что есть там интернет, но вот это, и многие сейчас в Тисан стараются уехать куда-то, жить там за город, хотя бы. Ну, все равно, если вот взять этих многих, то в сто раз больше людей стремятся приезжать в Большой Город и окунуться в эту жизнь. Кто-то уходит, но это все-таки единицы. Если единицы собрать, получатся многие. Но по сравнению с тем, кто приезжает, это там даже не процент, а гораздо меньше. Люди как-то сбиваются в города и, в общем, боятся жизни, ну, как-то такой самостоятельной. Ну, это, наверное, скорее такие, как бы, социально-экономические, наверное, причины, все-таки связанные там с работой. Нет, это поиски комфортной жизни. Потому что жизнь ответственная, она трудна. Вот, а человек как-то, ну, нацелен больше на отпуск, чем на труд. В массе своей. Сто лет назад было не так. Ну, у любого русского человека спроси, отпуск. Он даже не понимает, о чем речь. Подумает, что это, что опять отмена очередного крепостного права, что вот отпуск. А так что, все трудились от зари до зари, и все. Какой отпуск, непонятно. Ну, может быть, в армии давали там офицерам какие-то отпуски. Ну, сейчас зато у нас такое... А сейчас все, как бы, работает для чего человек? Чтоб скопить на отпуск. Все, вот человек живет ради того, чтобы либо что-то купить, Ну, обычно не нужно. Либо отдохнуть. Вот, тоже неизвестно от чего. Потому что нельзя сказать, что человек... Ну, так психически, нервно, он устает на работе. Но физически нет. Ну, как говорят, сменить картинку. Просто вот... Ну, подходит такое выражение. То есть, жизнь, она, конечно, настолько быстро меняется, что даже мы не успеваем перестроиться. Не догоняем. Молодежь, она уже осваивает новые технологии гораздо быстрее нас. А как вам вот эти вынужденные, обязательные отпуска и каникулы, вот которые сейчас в начале января? Я уже более 30 лет отделен от государства, даже юридически. Меня это никак, собственно, затрагивает. У нас своя жизнь по календарю. Государственный праздник для меня – возможность встретиться с прихожанами. Потому что все свободны. Я обычно требы совершаю в эти дни. Потому что город свободен. Куда едешь на машине, там, полтора часа, сейчас можно за 25 минут. Или за 20. Если не скользко, доехать. Одного, второго, третьего. И все в порядке. Вот. То есть, как бы использую. То есть, мне нравится, когда город и светлый, и в то же время. Вот сегодня я до службы ехал час двадцать. Вот. А так, если я на Пасху буду возвращаться домой, я даю до дома за 15 минут. Поэтому такие дни, когда вот все еще спят, это в праздник. В праздник большинство народа спит, конечно. До полудня. Вот это самые такие благодатные дни. Ну, трудно же, да. Вот это сейчас, то, что два часа нам как бы урезали от нашего утра. И, наверное, все-таки люди все равно не могут привыкнуть вот к такому. Ну, что значит урезали? Сначала очень долго просили, чтобы не меняли время. Теперь пищим, что вот урезали. Не, ну, они же поменяли не так, как надо. Они же два часа-то идут туда. Ну, это же сделано ведь. Вообще в нашем государстве все делается только для, ну, как бы, для крупного бизнеса. Ну, чтобы за литературе больше денег шло, люди же продают энергию. Ну, тут как бы все понятно. Вот. А у нас тоже, ну, мы в этом свободны. Потому что, ну, главный праздник у нас воскресный день. Ну, начинаем в десять, в божественной литургии позднюю. Ну, уже светло и на здоровье. Так что, в общем, у нас, у людей верующих и церковных, в этом смысле жизнь веселей. Каждый день у нас Пасха или то вот день вот. Спиридон Тримифонского. Ну, вот сразу вспоминаешь, вот, греческие острова, где его мощи лежат. Вот тот храм, где мы около его мощей молились. Его житие, он как-то к нам приближается из глубины веков. Из той эпохи, когда никакой России еще не было. Он наш старший брат, и мы в этой атмосфере живем. У нас главная новость какая-то – праздник Спиридона Тримифонского. Вот. Поэтому немножко, конечно, жизнь, она такая, богаче в этом смысле. Наверное, для многих, действительно, верующих, то, что вот такие длинные каникулы – это возможность, действительно, ну, как бы провести, да, Рождество, подготовиться к нему, потом провести. Да, не знаю, что там готовиться-то. В храм ходить, чтобы время было. Ну, так это радость. Да, да. Никаких тут особенных подготовок там. Это все происходит уже так очень по-хорошему привычно. Это, ну, как бы жизнь наша. Мы это переживаем каждый раз, как вот, что мы вместе оказываемся с пастухами и вифлеями, с волхвами, дары приносим, осмысляем это, как-то вот сплачиваемся вокруг. Ясли, столько людей, и все вот вокруг иконы Христа Спасителя поем такие чудные песнопения, он нас слышит, отвечает. Такая удивительная, прекрасная жизнь. Наверное, все. Ну, пожалуйста. Да, да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok